Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Почему-то в последнее время чуть ли не из каждого утюга мне рассказывают про неземной вкус ризотто, приготовленный из перловки. Даже название такое специально придумали – перлотто. Я подумал и решил приготовить сегодня плов из перловки. Ну, вернее, не совсем плов, но, короче, блюдо по пловной технологии. Значит, в дело у меня сегодня пойдет перловка. Это замоченная два часа назад. Пора ее уже на дуршлаг отбрасывать. Вот так. И на полотенце ее посушить снаружи. Разровнять надо. Замачивал ее, чтобы зерна набухли, иначе сухую слишком долго варить. А чуть позже обжаривать буду. Говорят, она от этого приобретает такой неземной вкус. Вот как раз и проверю. Кроме того, понадобятся грибы. Я взял сухие белые и замочил также два часа назад. Ну, лук, морковь, конечно, чеснок и куриные ножки. Я сегодняшний плов из перловки готовлю с курицей. Обжарить буду на утином жиру. Короче, приступим. Для начала овощи надо начистить и нарезать. Так, ну а сейчас займусь обжаркой крупы. И это надо делать на сухую. При помешивании говорят, что это нужно делать до тех пор, пока приятный запах не пойдет. Ну, не могу сказать, что какой-то особенно прекрасный запах по обжаренной перловке. Но, тем не менее, он изменился. Такой легкий, поджаристый. Наверное, будет неплохо. Пора уже начинать обжарку курятины. Нет, конечно, если у вас нет утиного или гусиного жира, обжаривайте все на растительном масле. Но, на мой взгляд, на утином жиру, ну или на гусином, будет гораздо вкуснее. Разогрелся. Все, кладу ножки. Их надо обжаривать на сильном огне до румяности. А я пока грибы нарежу кусочками. Конечно, кто-то может возразить по поводу неправильной пловной технологии. Но, в конце концов, есть пловы, которые готовятся как раз-таки с обжаренным рисом. Правда, он на масле обжаривается, но, в конце концов, зачем что-то слепо копировать. У меня же перловка, а не рис. И пора переворачивать ножки. Видите, какие румяные. Сразу сюда лук и грибы. А чуть позже и маку сюда добавлю. Это у меня вода, в которой грибы замачивались. У нее очень сильный аромат грибов. Глупо такой насыщенный настой выливать. Поэтому я сейчас доведу его до кипения, а потом буду горячим заливать плов. Так, что тут? Ну, уже явно можно морковь добавлять. И вот сейчас нагрев можно уменьшать. Да, и ножки зарумяненные пока отсюда уберу, чтобы не мешались. Мне же только поджаренная шкурка на них была нужна. Ну, чтобы аромат поджаренности был. На готовность они будут доходить уже, когда вместе с перловкой вариться будут. Рис гораздо быстрее варится, чем перловка. Поэтому, если бы с рисом плов готовил, то оставил бы их. А с перловкой они, конечно, переварятся, если их оставить казани сейчас. Очень хорошо. Порадовая ведь ароматов. Зверы. А, соль забыл. Соли. И обязательно кориандра молотого. Курица кориандр просто изумительно подходит. Морковь, похоже, уже обжарилась, стала мягкой. Аромат классно идет. Пора возвращать ножки обратно. Перловку сюда разровнять и грибной настой. Все, довожу до кипения, убавляю огонь и забыл. Головку чеснока забыл воткнуть и перца острого положить. Так вот, довожу до кипения, убавляю огонь и оставляю вариться. Закипело, все. Отлично. Огонь сейчас самый слабый и варю без крышки, пока вода не уйдет до уровня крупы. Вот, видите, впиталась вода, но еще не вся. Дальше варка под крышкой. Когда вся вода впитается в перловку, тогда уже нужно будет снять казан с огня и оставить под крышкой на 10-20 минут. Америка Субтитры создал Ну, наконец-то долгожданный момент Очень хочется попробовать, что получилось Так, начну я, конечно С перловки С морковкой С грибочком Вкус плова Сладковатый, солоноватый Жирненький такой, кстати, очень классно, что Использую вот этот утиный жир Классный аромат идет и вкус И консистенция перловки То есть это такая набухшая Классная крупинка, крупная такая Она разбухла вся Слегка такая, как резиновая Немножко, полностью сварилась Классная консистенция, мне прям нравится Очень сильно отличается от риса Рис, он даже Если не разваривается в плове, если он целенький весь Но он все равно мягкий такой Берешь, он мягкий А это такая вот упругость Чувствуется классная консистенция Грибы, конечно, к месту Вот эти сухие грибы, которые выбончены Потом были обжарены Они дают классный очень аромат грибной Мне бы, наверное, даже хотелось Немножко усилить его Может быть, больше грибов положить Вот, ну а теперь я По курочке пройдусь Не буду ножом вилка ковыряться Прямо возьму Ножку Как вот по-домашнему, извините Только на пробу Видите, она обжарена, подрумянена То есть там имеет аромат Поджаренной курочки Но при этом внутри Она, она же варилась Да, она вся Сочная Классная Прям Никаких замечаний Слушайте, это Классный новый вариант Пловного блюда Не совсем плов, конечно Потому что все-таки не рис И грибы здесь присутствуют Но это классно Я, наверное, буду такую штуку готовить И вам смело посоветую Но грибов Я укажу в рецепте Именно то количество грибов сухих Которые я положил Но, на мой взгляд, смело Можно увеличить вдвое То и втрое их количество Будет вот так Я готовил с белыми Предполагаю, что можно и другие Какие-то использовать Не знаю, надо пробовать Короче Готовьте и наслаждайтесь Огромное спасибо за компанию За лайки, дизлайки За репосты Всем пока А я еще по курочке, по пловочку